Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Ну что ж, давайте поиграем еще немножко в игру, которая называется Роботориум. Так, и играть, я надеюсь, мы начнем с нашего... Да, у нас ячейка, поэтому будем с нее и продолжать. Так, у нас здесь задание немного о киборгах, а это что называется спасение. Так, локация порт, описание. В этой лаборатории Брэк Тэч переобродует роботов. Нужно пробраться туда и выкрасть тех, кого еще можно спасти. И выкрасть роботов. Уровень 2. А это какой уровень? Уровень 3. Нет, давайте начнем, наверное, отсюда. Хотя у нас тут показывается, что есть какое-то у нас снаряжение. Двигатели разведчика используются в мастерской. Это черчеж. Так, а по пушкам у нас что-нибудь есть такое суперское? Я вижу шлем есть, по-моему, да? Ну-ка. О, шикарненько надели. Также я смотрю, у Леди Икс тоже есть, что мы можем надеть. Интересное такое прекрасное. Неужели вот этот вот платочек? Ах, платочек. Это у нас, как называется, кевларовая ткань. Сто пудово она нужна для крафта. Силовый контактор. Не знаю. Так. Используется. Ну, это все понятно. Так, а что же мы тогда можем тебе поставить, раз у тебя нарисован плюсик? Не знаю. Таланты. Таланты мы, наверное, можем изучить. И, да? И я думаю, что это будет, наверное, взрывной барьер. Все. Вот так вот пока ставим. И, значит, у тебя тоже, видимо, есть таланты, да? Мы будем делать немножко по-другому все. Оскорбленная публика. Так, 50 и 100% шанс наложить ториумную мишень при художественном исполнении. Три хода получаемый урон увеличивается на 35%. Устраивает меня это вполне. Так, ну что, ребята, оставляем, наверное, эту пачку, да? У нас получается раз, два, три, четыре, пять. Ладушки. Сохранить, сохранить. Эффектов пока никаких у нас нету. Миссия. А что у нас в ангаре? Ага, вот что значит в ангаре. Ну, как мы понимаем, роботов у меня пока новых нету. Единственное, что я подумывал о починчике. Ну, мне кажется, что он только чинит и все, и больше ничего нету. А на черном рынке у нас отсутствуют, да, предметы? Хе-хе. Так, что это такое? Ну, это оружие. Так, а это... Гамма-полиморфный протез. Даже вот так вот. Электронные компоненты, конденсаторы, диоксид-теория. Машинное масло можно продать на черном рынке. Это у меня в данный момент, да? Ну, давай продадим. Так, двойная броня убийцы. Ого, двойная броня убийцы. Шлем диверсанта используется в мастерской. Ну, ты черчешь. А где он? Вот мастерская. Но она почему-то пока у нас не открыта. Странно. И так же арена пока еще тоже не активна. Ну, что же, ребята. Поехали на эту миссию. Привет, Сая. Я Крейг Шахан, лидер фракции Киберправа. Сара многое мне о вас рассказала. Пока вы были на заводе вместе с этим чудаком и роботом. Киберправа. Первая в мире фракция, ратующая за признание прав киборгам. Все верно. Яков и Брэд Печ угнетают не только роботов. Так, так, так. Что за шум? А, Сая. Вы тот самый искусственный интеллект, который нашла Сара. Убирайся отсюда, Рафи. Мы с Сая направляемся в лабораторию Брэк Тэч. Захваченный Киберправ собираются чипировать. И мы... Несчастье для тебя, Крейг. Сая должна знать правду. Беаторий очень нуждается в таких умах, как она. Ё-моё, тут не одна фракция, ребята. Так, кажется, замешана. Так. Сая, вы знаете, что такое киборг? Когда человек получает механический протез, Торий, который питает его, попадает в кровь, провоцируя крайне заразную церебральную патологию. Заразную, но излечимую. Брэк Тэч внедряет киборгам чипы в мозг. На первый взгляд, это помогает сдержать инфекцию. Но, по факту, чипы превращают киборгов в безмозглых зомби, которых Яклов затем вербует в свою армию. Ребята, нужно перенаправить поток Тория в камерах модернизации. Хорошо, я постараюсь что-то сделать, что мы с вами вообще сможем. Так. Слушайте, а я разве брал с собой хиллеры? Совсем запомятовал. Ладно, давайте будем двигаться с вами по карте. Пойдем-ка вот сюда. Ящик для хранения. Ну, давай откроемся из процентов успеха. И у нас открывается... Что мы там достали? Ториумный гель. А вот это попробуем взломать. 55%? Но все-таки. Ай, по-моему... Блин, 20% уровня опасности. Не получилось у нас безопасно это вскрыть. Вот тебе и на... Эти стрелки, чипированные киборги. Избавьте их от мучений. Мы уже ничем не сможем им помочь. Я понял. Идиот, ты поцарапал мне краску. О, неплохо вжарил. Так, ладно, начнем, ребята, веселиться. Так, выстрел. Эээ, давай-ка... Нет, давай просто выстрел. Я так понимаю... Давай вот с этих начнем. Одаренный псиборг. Да ладно, что так мало-то? Что вы тут делаете? Преследование. О-о-о-о-о-оу. Вы потише, ребята. Я к этому не готов, блин. Перегрев они мне еще повесили. Так, охлаждение. Перегрузка уменьшается на 12% за ход. Это, конечно, хорошо. Резонанс. Накладывать принос урона на союзника икастующего. Иллюзия шоу. Накладывать на союзника... Нематериальный барьер. Надеть маску. Давай поменяем маску, наверное. Так, а ты у меня сделаешь... Каждое полученное лечение увеличить силу на 5%. До двух раз. Кого мы будем в первую очередь лечить-то? Ну, давай, наверное, тебя. Ах, тут наряд даже действует. Хорошо, конверсия. Так, ну что же. Теперь будем, наверное, делать с вами... Электрический шок. Так, увеличение выброса. 30% шанса наложить оглушение при использовании электрического шока. Короткое замыкание. Так, давай, наверное, на этого. Так, неплохо, да? Он встань у нас. Да, пока встань и оглушен. Продолжаем, ребята, веселье. Иллюзия шоу. Взрывной барьер. Нет, это нам пока не нужно. Перегрузка уменьшается. Давай уменьшим перегрузку. Тоже наряд. Вот так-то оно будет поэффективнее. Взрывная волна. Вмешательство. Щит нам пока не нужен. Сделаем, наверное, обычный вы... Не, выстрел из винтовки просто ничтожно малый. Наносит урон. Я даже не знаю, ребята. Провокационный выстрел сделать. Будет атаковать провокатора. Придется мне, наверное, ребят, все-таки взрывную волну применять. Вот на этих омухах. Отлично. Ну что ты там? Так, это у нас метка же, по-моему, да? Восстанавливает щит. Диагностика. 50% шанс на лошадь ослабления лечения. А нужно ли нам это? Нам это не нужно, ребята. Будем просто расстреливать. Так, он хилится, гад. Вышел. По-моему, из этого. Из стопора. Гипноз. Оскорбленная публика, да? Наносит... Столько-то врагу накладывает гипноз. Давай сделаем, ребят, с вами. Попробуем. Посмотрим. Он под гипнозом. Он будет за нас или нет? Что ты перегрев делаешь на меня? Что ты пытаешься доказать? Действительно, что ты пытаешься доказать нам? Протонный выстрел. Не хочешь выкусить? Вот так вот. Ух ты! Нормуль прожгло. Так, сделаем, наверное, ребята, охлаждение на себя. Нам не нужно, как говорится, перегрузка и взрывную волну. Готов один. Нормуль. Так, что такое ты там делаешь? Что на нас вообще висит? Так, регенерует 12% перегрузки за ход. Плохо. Так, вот насчет лечения. Замечательно. И щит нападающего восстанавливается на 15% от нанесенного урона. Вот у этого гада восстанавливается щит за то, что он меня бомбит. Так, ну-ка давай-ка Ториумову мишень поставим. Да-да-да, сейчас тебе будет хана, по-моему, парень. Сильная игра накладывает что? Преследование на всех врагов. А ну-ка, дай-ка я посмотрю, что это. Они выгиб... А, не вынудили меня, клянусь. Смотрите, они хилят за то, что меня лупят, ребята. Офигеть. Так, давай бомбанем. Коротыш. Или нет? По-моему, как да. Так, иллюзия шоу. Взрывной барьер. На одного могу только, да? Или это что? А, это на нас. Давай. Вот так вот. И вот так сделаем. Все, под щитами. Добьем мы этого говнюка? Нет, к сожалению, пока еще не сможем его добить. Ой-ой-ой-ой-ой. Дрон, потише. Ты мне нужен. Не падай. Да что ж такое? Они перегревом меня, ребят, бомбят. Вы знаете, когда перегрев у нас зайдет до фактической точки, мы будем с вами просто встанем. Резонанс. Урона на союзника и касающего. Нет, это как-то не очень. Холодная страсть. Вот холодная страсть. Это нам пригодится, ребята. Вот так вот. Перехладились маленько. И пора вот этого говнюка, наверное... Нет, не добиваем, ребят. Хотя бы, кританули. Отлично. Так, оглушили у меня, значит, да, чувачка? Ну что же, будем смотреть, почему ты так мало наносишь урона. Вот что меня интересует, а? Восстанавливать щит союзнику. Давай восстановим. Полностью. Так, орел актрисы. Ну это мы уже делали. Гипноз. Давай-ка вот на этого. Заодно на нем и мишень повесили. Я сдаюсь. Рано сдаваться. Нам надо воевать. Надевает маску, блин. Меняет навыки нападающего, который занимает защитную позицию. А они никто здесь не занимает защитную позицию. Поэтому... Пускай будет преследование. Ну что, бомбанем, попробуем. Помаленьку. Оглушили одного. Получай, как следует. Хе. Сколько? Так, ну уже что-то. Уже лучше. 154. Нормально. Вот единственное, что у этих девушек, да? Леди Икс. Очень мало атакующих скиллов. Ну что ты там делаешь? Так, ослабление все пытается мне повесить. Так, давай-ка повесим обратно себе конверсию. И попробуем шокером. Короткое замыкание. То, что нужно. Он встанет, нет? По-моему, нет пока. Накладывает провокацию на врага. Врага. Мне вот интересно, а почему мы вешаем вот сами провокацию на врага? Зачем это нам делать? Это, то есть, я могу атаковать этого? Могу. Тогда для чего провокация? Так, снять маску. Заменили. Предположим, у нас энергетика группы. Это охлаждение. Перенос урона. Перенос урона. Якобы на него. Хе-хе. Хе-хе, чувачок мне совсем. Так, двойное рвение. Улучшенный критический удар. Четыре хода. Это нам, наверное, вот сюда лучше повесить. Ууу, на весь ряд. Так, вот сейчас будет и веселуха. Так, погнали. Вот это он. На 80 вжарили. Так, что у тебя? Охлаждение. Мы сделаем себе. О, немножко щиты подправили. И еще сделаем. Мне бы, конечно, надо побольше боевых. О. Отлично. Давай дальше. О, вжарил. Уничтожили вообще, чувачка. Представляете? Просто с выстрела. Слушайте, иногда крит тут срабатывает. Как в боженьке. Ну что, давай еще раз залпом. Не вышло, не прокатило. Получаемый урон снижается, да? Вот так вот. Ну-ка. Давай бомбить. Ну что ты делаешь? У тебя сколько там, я смотрю. Да не очень много той здоровья. В принципе, ребят. Ты махана. Ну что же. Столько потенциалов пустую. Смотри, Крейг. Вот к чему твое упрямство приводит киборгов. К чему приводит? Мы, по-моему, нормально с вами справились. И ничего не надо. Даже вот награду. То есть, пушка Брэктэйдж 2.0. Так, капсула убийцы. Винтовка Брэктэйдж. И цифровая оправа. Ториумный гель. Ну и 48 кредитов. Хорошо. Мы с вами продолжаем наш путь. Куда бы сходить-то? Давай сюда заглянем. Давай вот сюда вот сходить. Ах, нельзя. Патрульный. Нейтрализовать 70%. Запугать и обсудить. Нейтрализуем его, ребят. Попробуем. Есть, успех. Отлично. Репутация супермашина 20. И цель нейтрализована. А мы с вами двигаемся дальше. Так, пока пусто. Тихо все. На, попали. Так, у нас тут уровни третьего, да, значит, чувачки? Хорошо. Начинаем. Ториумная мишень. Конечно. Да что ж ты так быстро у меня сдаешься-то, а? Роднули ты моя. Да, эти ребята, конечно, мастера снимают щиты. Ох ты! Ох ты, ох ты, ребята. Вот это вот... Мне не нравится, что это такое. Посмотрите, что произошло, ребят. Давай, охлаждение, срочно. Блин, щиты, конечно, он быстро снял. Это кто? Это задние у нас бомбили. Давайте вот этого. Попробуем наказать. Так, резонанс. Перенос урона. Давай еще раз охлаждение сделаем. Отлично. Так, накладываем защиту на союзника. Вот так вот сделаем. Так, и бомбим дальше. Так, преследование повесили. Черт, и главное, стой у меня, робот. Блин. Слабое место находят. Они его полностью просканировали. Это плохо для нас. Это очень плохо. Двойное рвение. Пока мы не будем. Короткое замыкание. Давай сделаем. Все, он встанет, да? Не может использовать навыки. Ага, понятно. Так, опять сделаем охлаждение. И добьем? Нет, не добьем. Вот теперь ему крышка. Так, хорошо, отлично. Вот эти вот самые вредные, которые сзади стоят. Да что? Что, все что ли? Нет, не показалось, ребят. Я же думал. Уничтожили моего маленького робота. Так, получаемый урон снижается на 30% при щите выше 0. Давай вот так вот, перенос урона. Перенос урона не прокатывает. Конверсия. Каждое полученное лечение увеличивает силу на 5%. И бомбим. Почему так мало наносим урона, а? Ну-ка. Отлично. Не сможет теперь ничего использовать. Сделаем, наверное, охлаждение, ребята. Провокация. Будет атаковать только провокатора. Давай. Блин, неужели это только... Не могу... Вот странно, да? Согласитесь, провокация должна быть вешаться на меня. Но почему мы можем только на врага это сделать? Никак не могу понять. Так, давайте ту рюмную мишень повесим. И начнем уже потихоньку этого говнюка разбирать. Блин, надо вот этих девчуль заменить, ребят. Потому что... Мало атакующих у них ударов. Мы воюем практически вот только двумя этими роботами. Так, ну что, вжарим. О-о-о. Отлично. Взрывной барьер. Это на нас. Так. Щиты повесим. А, не могу я повесить больше. Понятно. Тогда добиваем. Минус один. Так же мишень делаем. 96 здоровья. Ох ты, ох ты. Надо подхиливаться. Так, преследование. Щит нападающего восстанавливается на 15% от мусионного урона. Почему я это вешаю на них? То есть, если я буду его атаковать, у меня должен щит повышаться. Так? Проверим сейчас. Да, ребята, повышается щит. Надень маску. Ну, надень маску. Конверсия. И добьем нет. Какой там добьем? Мы только лишь барьер ему сняли. Во, неплохо. Вздох говнюк, а? Художественное исполнение. Сильная игра. Перегрузка. Ё-моё, в отключке теперь стоит, а? Вот это мы получаем с вами люлей, а? Короткое замыкание получил. Это хорошо, это нормуль. Не добили, к сожалению, но сейчас ему будет крышка. Всё, остался здесь ещё пекотинец и рекрут. Уменьшение силы? Это ты зря, братуха. Это ты очень зря сделал. Так, давай-ка мы вот так повесим на тебя. И ещё и гипнозик. Чтоб не выёживался. Не-не-не-не-не-не. Это ты зря, зря делаешь. У тебя уже здесь, в принципе, ничего не случилось. Блин, да что ж такое-то. Охлаждение повесим. Нам нужно щиты восстановить. Ух, шикарно. Вот, блин, как здоровье-то восстановить полностью? Вот меня что интересует. Конверсия. По-моему, конверсия, да? Это восстанавливаем здоровье за атаку. Я, конечно, могу и куда. Ну, нет, ещё стоит. На тебе. Хорошо-то как. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Еее. Мы получили с вами четвёртый уровень. 300 экспо. И, смотрите, пушка. Ткань. Опять же, пушка. Полиморфный протез. И титановый каркас. Продолжить. Блин, надо было мне в магазин. Ребята, не в магазин, а вот, в снаряжение. Так, давайте посмотрим. Так, пушка. Брэктэйдж. 81 урон. Ну, он у нас подтяжен. Так что нам нужно вот эти вот, наверное, смотреть. 70. Э, подожди-ка. 60 атаки. А здесь сколько у нас? 51. Вот так вот сделаем. А тут вообще 80. Да, с этой, конечно, бегаем. 80. Блин, подожди. А вот это будет получше. Ну, скорость помедленнее. Ладно, пускай. Так, титан. Это у нас в мастерской. Используется. Так, это тоже. Все в мастерской. Больше я не могу ничего. Гаджетов никаких у меня нету, да? Хорошо, ладно. С ним пока все. Каркас тоже пока отсутствует. Хотя плюсик-то стоит. Таланты у нас есть. Вот оно что. Мы с вами щит, да? Разрушительную волну изучали. Это значит, второе у нас будет. Это 10% дополнительный шанс наложить оглушение при взрывной волне. Доучиваем, ребята. Вот так вот. Поехали дальше. Так, ты у меня что, родной? Гамма-калибровки конечностей. Подожди, давай мы вначале посмотрим по пушкам. У тебя тоже тяжи 54, а здесь 56. Ага, понятно. Пока у тебя нормаль. Пушка висит. Гаджет. Гаджетов. Смотри-ка, мы можем сюда ему повесить. Ага. Это у нас омикрон, пульморфная стойка. А что ты делаешь, интересно? 24 к защите, а ты 52 к здоровью. Даже не знаю, что делать. Так, верхушка у тебя есть. Тут, кстати, 32 хп, а здесь 4. Конечно, меняем, ребята. А что тут разговор может быть? Нет, тут 4 к отхилу, что ли? Я не могу понять. Вот это вот 32 к здоровью у нас получилось. Верхушка и каркас. Верхушка и каркас. Это руки не для тебя. Больше, по-моему, все. Не можем, да? Только лишь талантики у нас, кстати, эффекты. Каждое полученное лечение увеличивает силу на 5%. Ага. И перегрузка уменьшается на 12% в заход. Давай выучим таланты. И нам нужно вот это, наверное, да? 60% наложить оглушение при использовании электрического шока. Конечно, конечно же, будем делать это. И дальше у нас открываются новые с вами, скажем так, перки. У союзников в том же ряду на 3-6% больше шанс нанести крит-удар. Ну, что такое 3%? Ну, даже 6%. Это ничтожно мало, ребята, очень мало. Ну, вот наш и дрон-хиллер. Репайр. Так, что ты можешь носить? У тебя какой-то вид оружия легкого, да? Так, тут у нас 56 атаки. 59. Нету смысла менять аксессуар. Ты можешь носить? Нет, к сожалению. Ну и что? Получается, что тебе ничего мы не можем поставить. Жаль. Только лишь выучить таланты. Вот это что такое? Обновляя... А, обновление снимает дополнительные штрафы. Дополнительные штрафы. Но мне кажется, что лучше вот это мы с вами сделаем. 100% шанса наложить ослабление при лечении и локализации. Полученное лечение уменьшается на 30%. Да, изучим. И тут у нас сразу открываются следующие ветки. Потом мы их хорошенько посмотрим, когда у нас будут очки опыта. Сейчас пока нет смысла. На этом делать акцент. Так, ну что, ребята. Здесь мы все сделали. Так, перенаправьте поток Турия. Куда я должен перенаправить? Достичь максимального уровня опасности. Шансы на успех снижены. Уровень опасности 20 пока, да? Хорошо, поехали. Реформатор. Да ядренно того, что... Так, взломать 60%. Ломаем. Шансы на успех падают. Уровень опасности 25 уже. Ух. Спасибо. Блин. Вообще общий уровень, ребята, уже 45. Почти что половина. Так, выходим отсюда. Давай наверх сбегаем. Так, взломать. Камера безопасности. Попробуем. 60% тоже неплохо у нас получилось, ребята. Ого. Вот у нас что тут открывается. Так, условное обозначение. Ваши роботы вошли здесь. Так, понятно. Содержит полезный или вредный элемент. Содержит группу врагов. И содержит ловушку, которая опасна для ваших роботов. Значит, вот здесь вот цель миссии. Погнали туда. Перенаправить. Мы все знаем, что этот чип не поможет киборгам. Позволь Беаторию найти вакцину, Крейг. Рафи, ты ненормальная? Ради этой чертовой вакцины ты убила больше киборгов, чем яклов. И каких результатов добилась? Никаких. Ну, мы же вроде бы как перенаправили, да? Что опять не так? Ну, ладно, давай сходим вот сюда. Я ведь могу сюда сходить? Доступ в следующий сектор закрыт. Отключить основной источник питания. Яклов категорически отказывается признавать не чипированных киборгов. Это все равно, что выбор между изгнанием и лоботомией. Единственное, что нам осталось, сражаться или же согласиться на безумные эксперименты Рафии. От этой чумы ежедневно гибнут невинные люди. Я не стану извиняться. Я хочу защитить человечество. Мы люди, Рафии. А не расходный материал для твоих безумных экспериментов. Доступ в следующий сектор открыт. Ага, все, я понял. Спасибо большое. Так. Отправляемся, ребят, сюда. Больше у нас пока нет никакого выбора. Так, сюда. Потом сюда. Но это же инженеры, которых мы пощадили на заводе. Ваше милосердие открыло нам глаза. Мы только что подали заявление об увольнении. Поздравить, конечно. Гуманоботы плюс 20. У нас репутация. Помните, ребята, да? Мы их пощадили в прошлой серии. Я не стал их уничтожать. И видите, они сами добровольно покинули эту корпорацию. Так что у нас репутация от этого только возросла. Ну что, сходим наверх с вами, посмотрим. О-о-о-о. Побрежение 10%. Я чувствую, как в моих проводах вскипает ториум. Чертова ловушка, блин. Хорошо, ладно, ребят, давайте мы спустимся сюда пониже. Я вижу, там у нас... Да чтоб тебя! Ты посмотри, а! Блин. Так, дрон наблюдения. Уничтожить 80%. Ободрить и отключить. Ну, давай уничтожим. 80% все-таки. Так, что мы тут получили? Титановый порошок. Угу, понятно. Так, спускаемся ниже. Странная тишина. И ничего здесь нету. Блин. Неужели придется через... Это проходить с боем? Как ни крути, ребята, придется. А, это ловушка у нас была. Все, я понял. Без вакцины каждый киборг становится потенциальным переносчиком болезни. Смерть на пороге. И наша небрежность может позволить ей войти. Исследования начинают приносить плоды. Но нам нужно больше образцов. Образцы, которые она только что упомянула. Это мозги киборгов. Киборги должны быть свободны. Выбирать свою судьбу, как и ваши роботы. Так, освободить киборгов. И забрать образцы. А-ха-ха. Слушайте, ну мы же роботы. Поэтому я буду, естественно, освобождать их. Зачем я буду на людей работать? Репутация. Киберправо плюс 100. Наши общие цели приведут нас к общей победе. Свободе выбора. Довольно, якобы, сеять раздор между сущностями и людьми. Люди-роботы. Киборги-борьба у нас одна. Теперь ваш удел болезни и смерть. Вы еще вспомните свой эгоизм, когда пойдете по гниющим трубам мертвых детей. Киборги весьма деликатная тема. Тяжело смотреть, как киберправа и биатурий раздирают друг друга на части. Мы находимся на пороге хаоса. Главное, что, ребята, мы освободили киборгов. Так, уровень третий у нас получает Леди Икс модель 8. 8.4 и модель 108. 8. Продолжить. Так, и у нас с вами следующая миссия. Так, супермашина, репутация 20. Киберправа соточка. Биатурий вообще пока нет у нас. И чип тоже в нейтралитете. Так, спасение. Не Роби. В этой лаборатории Брейк Тэч переоборудует роботов. Нужно пробраться туда и выиграть тех, кто еще. Кого еще можно спасти? Выкрадите робота. Уровень четвертый. Эй. Мне кажется, это слишком круто, ребята. Четвертый уровень сразу же мне давать-то. Хотя мы с вами получили, конечно, левел. Но все равно это жестко. Дайте мне мастерскую-то в конце концов, а? Так, ну что, ребята. Давайте мы, наверное, вот эту миссию уже продолжим с вами в следующей серии. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы обязательно увидимся и продолжим играть. Так что, всем пока и всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok